Здравствуйте, дорогие мамы! Сегодня у нас уже с вами вторая тренировка. Вы должны были уже вернуться домой, привыкнуть к ребенку и, в принципе, к тому, что сейчас происходит с вами и с вашей жизнью. И я надеюсь, что вы нашли для себя эти 5-10 минут для тренировки. И давайте же скорее начнем. Мы принимаем положение лежа на спине и, опять же, все мы делаем через бок. Мы ложимся через бок и встаем всегда через бок. Ложимся и начнем, как и в первой тренировке, с дыхания, потому что это очень важно, особенно в такой период. Главное уметь вовремя выдохнуть или просто подышать. Поэтому я попрошу вас положить руки на нижние ребра, так, чтобы пальчики заходили на живот. И мы вспоминаем из первого занятия, что мы делаем вдох, немного приподнимая пальчики и выдох. Вдох, выдыхаем, вдох и выдох, выдыхаем. Стараемся дышать через нос. Если у вас были естественные роды, или роды, естественные роды без разрыва, или роды кесарево сечения, то тогда вы можете добавлять упражнение кегеля. На вдохе мы все расслабляем. В выдох мы подтянули мышцы тазового дна. Вдох, расслабили, выдох, подтянули. Вдох, живот вверх, выдох, живот вниз. Вдох, тазовое дно расслаблено, выдох, мы плавно его подтягиваем. Вдох, расслабили, выдох, подтянули. И еще один раз, вдох, расслабили, выдох, подтянули. Хорошо. Теперь мы перемещаемся к грудному дыханию. Мы ставим руки чуть повыше, прям под грудь. И на вдохе мы пытаемся растолкнуть ребра, выдох, собрать. Вдох, руки расталкиваем, выдох, собираем. Вдох, расталкиваем, выдох, собираем. Вдох, расталкиваем, выдох, собираем. Еще один раз, вдох, расталкиваем, выдох, собираем. Хорошо. И теперь добавим немного сопротивления. На вдохе мы будем сжимать нашу грудную клетку руками, сильно не переусердствуйте, чуть-чуть дать давление, сопротивление. И выдох, расслабить. Вдох, выдох, вдох, выдох. И еще один раз, вдох, выдох. Хорошо. И переходим к основной нашей тренировке. Мы начнем, как всегда, снизу и пойдем постепенно вверх. Значит, в прошлый раз мы с вами скользили ногой по полу, а сегодня мы попробуем крутить велосипед одной ногой. Выдох, мы прокручиваем педаль и вдох, скользим по полу. Выдох, прокрутить педаль, вдох, вернуться. Выдох, прокрутить, вдох, вернуться. Я настоятельно рекомендую вам сегодня не переусердствовать с амплитудами, да, то есть постарайтесь не выпрямлять до конца ногу. Чем меньше амплитуда, тем проще контролировать работу мышц, работу ваших суставов, так, чтобы все оставалось в нейтральном положении. Поэтому не переусердствуйте, пожалуйста. Просто первые недели восстановления после родов мы делаем упражнение для того, чтобы помочь нашим суставам, помочь нашей матке лучше очищаться, помочь кишечнику наладить свою работу, а не для того, чтобы получить завтра красивые кубики пресса на животе. Вдох и выдох. Вперед. Хорошо. И теперь вторая нога. Вдох. И опять же, я стабилизирую тазобедренные суставы, стараюсь следить, чтобы у меня бедра были на одной высоте, поэтому можете положить руки на повздошные кости и следить, чтобы у вас не гулял вот так вот таз. Выдох. Вдох. Поднимаем и выдох. Прокручиваем педаль велосипеда. Вдох. Выдох. Прокрутить. И еще вдох. Выдох. Прокрутить. И еще два раза. Вдох. Выдох. Прокручиваем. И еще один. Вдох. Выдох. Прокручиваем. Хорошо. Сейчас мы поставим с вами стопы на ширине тазобедренных суставов, даже чуть-чуть пошире. И в прошлый раз, помните, мы на вдохе наклоняли чуть-чуть колени и возвращали их обратно. Сегодня я попрошу вас положить руки пошире и на вдохе постараться коленями уже почти дотягиваться до пола и на выдохе подниматься обратно. Вдох. Мы опускаемся вниз и выдох, плавно поднимаемся вверх. Ягодицы могут отрываться от пола. Главное, чтобы лопатки и голова лежали на полу. Вдох. Или на кровати. Выдох. Поднимаем. Вдох. Выдох. Поднимаемся. Вдох. Выдох. Подняться. И еще по одному разу. Вдох. Выдох. Поднимаемся. Вдох. Выдох. Поднимаемся. Хорошо. Вспоминаем упражнения тазовые часы, песочные часы. Только сегодня мы добавим вращение. В прошлый раз мы делали передний и задний наклон таза. Давайте вспомним, как мы это делали. Вдох. Мы уходили в передний наклон таза, выдох. В задний. Вдох. Передний наклон таза, выдох. Вдох. Задний наклон таза. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Нутация и контрнутация. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. И добавим вращение. Представьте, что у нас лежит яблочко на тазу и нам нужно его перекатывать. Яблочко, мячик, шарик, все что угодно. Вот здесь лежит. И мы пытаемся его как по тарелочке катать. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Кто может работать мышцами тазового дна, мы на выдохе их подтягиваем. Вдох. Расслабляем. Выдох. Подтянуть. Вдох. Расслабить. И еще один раз. Выдох. Подтянуть. Вдох. Расслабить. И в другую сторону. Выдох. Подтянули. Вдох. Расслабили. Опять же, если вам дискомфортно, больно, у вас были разрывы, то лучше этого не делать. Подождите немного, еще успеете вернуться к упражнениям на мышцы тазового дна. Вдох. Выдох. Вращаем. И еще два раза. Вдох. Выдох. К себе. И еще один. Вдох. Выдох. К себе. Хорошо. И теперь мы сделаем упражнение на активацию ягодичных мышц. На выдохе мы немного обратим лобковую кость на себя, то есть подкрутим таз и приподнимем ягодицы над полом. Ягодичный мост. Вдох. Опустим. Пожалуйста, забудьте об упражнениях, когда вы это делаете за счет разгибателей спины, да, то есть когда вы это делаете за счет поясницы. Не нужно стараться поднять таз до небес. Ваша задача совсем немного округлить таз, да, немного подкопнуть как ковшом бедрами и уйти на выдохе вверх, сохраняя ровное положение позвоночника, да, вытягиваясь как бы копчиком туда далеко вперед. То есть мы не пытаемся оставить поясницу в прогнутом положении. Выдох и на вдох опускаемся, выдох я поднимаюсь вверх и вдох опускаюсь. Опять же, да, повторюсь, нет задачи поднять очень высоко таз. Чем выше не значит сильнее, чем лучше контроль, тем значит вы будете сильнее. Вдох и выдох плавно подняться. Также очень важно, это работа стоп. Здесь у вас должно быть три точки опоры обязательно, это большой палец, мизинец и пятки. То есть не должно быть такое, что вы задираете носки вверх, когда поднимаете таз или наоборот отрываете пятки от пола. Старайтесь стоять всей стопой плотно к полу либо к кровати. Вдох и еще выдох, поднимаемся вверх, вдох, опускаемся. И еще один раз, выдох, поднимаемся вверх, вдох, опускаемся. Хорошо, теперь мы выпрямим ноги. Поработаем с вами стопами. Вперед натянуть носки, завернуть носки. Натянуть, завернуть. Натянуть, завернуть. Натянуть, завернуть. И еще один раз. Натянуть, завернуть. Хорошо, а теперь во внутреннюю сторону и во внешнюю. Во внутреннюю и во внешнюю. Не вжимайте поясницу в пол, оставляйте естественный свой прогиб, естественный лордоз. Да, мы спокойно лежим и просто вращаем эту внутреннюю и внешнюю ротацию тазобедренного сустава. Развернуться и завернуться. И еще вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. И еще один вдох, выдох. Хорошо. Давай еще раз. Сейчас получилось, как он там выдох, вдох, выдох, 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 выдох. Он мне подыгрывает. Так, продолжаем? Да, да. Выдох. А теперь постараемся потянуться то одной ногой вниз, то другой ногой вниз. Представьте, что у вас ноги находятся у стены, на стене. На самом деле вы можете их упереть в стену. И попытаться прям хорошо продавить то одну ногу больше в стену, то другую. То одна нога идет больше в стену, надавливаем, то другая. И еще выдох. Вдох, выдох. Вдох. И еще один выдох. Вдох, выдох, вдох. Отлично. И мы перемещаемся с вами на бок. И встаем на локоте. Ноги у нас согнуты, где-то под 45 градусов. Угол. Важная техника безопасности. Локоть стоит под плечевым суставом. Если вам будет некомфортно плечу, вы можете развернуть вашу кисть под 45 градусов. Но лучше держать 90. Что мы сейчас будем делать? Мы на вдохе раскрываем как такую гармошку, как аккордеон наши ребра. И на выдохе собираем, выталкиваясь вверх. Вдох, выдох, поднять себя вверх. Вдох, выдох, поднять себя. Постарайтесь делать перед зеркалом и следить, что вы не проваливаетесь в свои плечи. То есть надо достать шея, длинная, красивая, плечи опущены. Выдох, подняться. Вдох, опуститься. Выдох, подняться. Вдох, опуститься. И еще один раз. Выдох, поднимаемся. Вдох, опускаемся. Хорошо. И мы перемещаемся на вторую сторону. Опять же, проверяем, правильно ли мы расположились. У нас локоть находится строго под плечевым суставом. Угол в локте 90 градусов. Если вдруг вам некомфортно, можем чуть-чуть развернуть руку в сторону. Вторую руку я всегда рекомендую как мануальное сопровождение положить на ребро. Вдох, мы надуваемся. И выдох, поднимаем, подбираем как бы ребра. Вдох, ослабили корсет. Выдох, подтянули. Вдох, расслабили. Выдох, подтянуть. Шея длинная, лопатки опущены. Вдох, выдох. Вдох, поднимаемся. И еще вдох, выдох, поднимаемся. Еще один вдох, выдох, поднимаемся. Супер. И сегодня мы разучим с вами новое положение. Это положение стоя на четвереньках. Давайте мы встанем на четвереньки. Здесь тоже есть свои нюансы. Значит, самое главное, что мы должны с вами знать, это то, что кисти у нас находятся под плечевыми суставами, колени под тазобедренными. То есть мы не съезжаем сильно вперед и не съезжаем сейчас назад. Нейтральное положение. Мы находимся ровно над четырьмя точками опоры. Что мы сейчас будем делать? Мы будем дышать. Мы делаем вдох в живот и выдох, собираем живот. Вдох, выдох, собрать. Голова должна быть приподнята, просто видите, чтобы вы не упали вниз в плечи, то, о чем я вам уже говорила. Голова приподнята, она не должна быть внизу. Спина ровная. Вдох, выдох, собрать живот. Вдох, выдох, собираем. Вдох, выдох, собираем. Вдох, выдох, вдох, выдох. И еще один. Вдох, выдох. Хорошо. Сейчас наш живот находится в спокойном положении. Постарайтесь его, правда, не разваливать. Немного его приактивируйте, но и сильно не напрягайте. Мы поработаем над лопатками. Мы будем немного проваливаться в лопатки, а потом выталкивать себя вверх. Провалиться и вытолкнуть. То есть, как будто вы хотите собрать лопатки вместе, а потом наоборот, далеко-далеко, они друг от друга отходят. Мы их собираем, а потом далеко-далеко. По дыханию. Вдох, опустились, выдох, поднимаем себя вверх. Вдох, опустились, выдох, поднять себя вверх. Проверяйте, пожалуйста, что у вас поясница не разваливается вниз, да. Сохраняем нейтральное положение позвоночника. Выдох, вдох, выдох. И еще один. Вдох, выдох. Хорошо. А теперь немного попереносим вес то на ноги, то на руки. Вдох. Седалищные бугры у нас расходятся. Это вот такие косточки у вас на ягодицах, в ягодицах. И выдох, уходим вперед, как бы они собираются. Вдох, мы раскрываем седалищные бугры. Выдох, уходим вперед. Опять же, меньше секса, мы не добавляем сюда очень сильных прогибов. Мы находимся в нейтральном положении. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. И еще два раза. Вдох, выдох. И еще один. Вдох, выдох. Отлично. И сейчас мы поработаем немного на контроль. Постарайтесь, пожалуйста, представить, что вам как будто нужно стянуть ковер. То есть вот буквально, сейчас я покажу, вот вам как будто и руками, и ногами нужно сделать вот так. Но только вы этого не делаете буквально. Мы делаем вдох, и на выдохе мы пытаемся как бы стянуть. То есть видите, у меня за счет того, что кожа может ездить, то вот ровно настолько я могу придвинуть ноги друг к другу. И руки, соответственно, тоже. То есть ровно настолько, насколько моя кожа может быть подвижной, и насколько она может дать моим суставам и мышцам приблизиться друг к другу. Я делаю вдох, и на выдох я пытаюсь все собрать. И на вдохе расслабляю. Выдох, живот к себе. Вдох, я все расслабляю. Выдох, живот к себе. Вдох, расслабить. Выдох, к себе. Вдох, расслабить. Еще два раза. Выдох, к себе. Вдох, расслабить. И еще один. Выдох, к себе. Вдох, расслабить. Замечательно. Сейчас мы переходим в положение, которое называется Z-set. У нас одна нога находится впереди, она согнута. Вторую мы сгибаем как бы за собой, больше сбоку. Конечно, вы можете сесть очень широко, но я предпочитаю чуть поуже, потому что так у вас может быть больше контроля, да, вы будете чуть компактнее. И это в основном зависит от анатомических ваших возможностей. И мы садимся, чтобы это было вам комфортно, да, не больно. И следим, чтобы повдошные кости были на одной высоте, да. Конечно, возможно, и скорее всего у вас будет немного одна кость на другой, но мы стремимся к тому, чтобы они были параллельны друг к другу. И сейчас на вдохе мы поворачиваем плечи, поворачиваем тазобедренные суставы, и выдох, пытаемся обратно себя посадить. Вдох, повернуться, и выдох, возвращаемся в исходное положение. Вдох, выдох, вернуться, и еще один раз. Вдох, выдох, вернуться. Хорошо, а теперь сделаем наклон. Я прошу вас развести руки в стороны. И мы на вдохе опускаемся, ставим локоть, тянемся туда далеко за головой, и на выдохе поднимаемся вверх. Плечи опущены, шея длинная, красивая. Вдох, опускаемся, и выдох, возвращаемся обратно. Опять же, это всегда очень по желанию, если вам очень дискомфортно, и вы не можете опускаться так низко, вам ничего не мешает поставить просто ладонь, опуститься насколько это возможно, и на выдохе вернуться обратно. Вдох, опуститься ровно столько, сколько это возможно, и выдох, вернуться. И сейчас на вдохе мы все уйдем вниз, и поделаем ротационный компонент, мобилизируем грудной отдел. Вдох, выдох, вперед. Вдох, выдох, вперед. Хорошо. Поднимаемся и меняем ноги. То же самое на вторую сторону. Не пугайтесь, если одна сторона отличается от другой, это вполне себе нормально, просто нужно стараться приходить к какому-то балансу. Но в этом ничего нет страшного, если условно там было сидеть проще, чем на другой ноге. Мы возвращаемся к тому же упражнению, мы на вдохе поворачиваемся, и на выдохе обратно садимся. Вдох, повернуться, и выдох, обратно сесть. Вдох, повернуться, выдох, обратно садимся. И еще. И выдох, три. И выдох, два. И выдох, один. Хорошо. Руки в стороны. И наклоняемся. Ровно столько, сколько это возможно. Вдох, выдох. Поднимаемся вверх. Вдох, опуститься. И выдох, медленно подняться. Чем дальше у вас стоит рука, тем лучше. Но опять же, если вам дискомфортно и больно, то, пожалуйста, не насилуйте себя, поберегите себя. Чуть-чуть поставили руку, наклонились настолько, насколько это возможно, и вернулись обратно. И еще один раз. Вниз, наклониться и вернуться обратно. Опускаемся вниз и мобилизируем грудной отдел. Вперед, развернуться вверх. И еще один раз. Вперед и развернуться вверх. Хорошо. Плавно поднимаемся вверх. На сегодня мы с вами закончили. Вы молодцы. Подписывайтесь на наш канал.